Это поле площадью 170 гектаров в деревне Ратное. Засеяно картофелем 30 апреля. Сорт Red Scarlet первой селекции. Спустя три с небольшим месяца картофель созрел. Ввиду погодных условий, сложившихся в этом году, было принято решение об изменении здесь немножко технологий и перехода на пассивное гребнеобразование с последующим рыхлением и удалением всех уплотнений, созданных ходовыми системами тракторов. Погода этим летом не радовала. То сильная жара, то ливни. Но современные агротехнологии помогают сельским труженикам сохранять необходимую влагу в земле. В этом году удачный эксперимент был по проведению глубокого рыхления в междурядьях после посадки картофеля. И несколько химических экспериментов. И также эксперименты по применению биологических съездачей растений. Тем самым снижение доли химической нагрузки на выход готовой продукции. Здесь не работают по шаблону. Это неинтересно и невыгодно. Благодаря примененным технологиям поле удалось защитить от вредителей и получить высокий урожай – 500 сантиметров с гектара. Сегодня нам повезло с погодой. Не так пыльно. Обычно здесь видны только белые зубы, а пыль – столбом. Так что нам очень повезло поработать в таких условиях благоприятных. Чтобы убрать картофель с одного поля, нужны картофелеуборочный комбайн с механизатором и помощником, и КАМАЗ с водителем. Получается, здесь у нас первичная сортировка. Выбираем комья земли. И, конечно, их отбрасываем. Хорошая тренировка для рук, для мышц. С этим ручным трудом справляется помощник механизатора. Но сегодня у механизатора два помощника. Комья земли, коренья, все лишнее выбрасываем. Механизаторы работают 24 часа в сутки, то есть в две смены, чтобы уложиться в сроки, собрать как можно больше второго хлеба и обеспечить заказчика спрос у потребителя на картошку всегда высокий. Полный бункер комбайна вмещает 7 тонн картофеля. Его пересыпают в КАМАЗ и везут на сортировочный пункт в хозяйство. На предприятии Жирятинского района выращивают около 10 сортов картофеля. Кроме товарного, который идет на прилавке магазинов, здесь производят сорта для чипсов и фритюра.